Самый большой калибр, который у нас принялся, это 60 минометов, которые сейчас ребята проводят занятия. Но этого недостаточно, этого вообще недостаточно для боевого потенциала подразделений. Сейчас вопрос ставим о введении 82 мм, ну а оптимальный вариант это 120 мм. И не забываем про артиллерию. Нужны нам артиллерийские орудия, калибра 122 мм. Начнем с этих калибров, потому что в дальнейшем, я думаю, что войска территориальной обороны разрастутся и будет калибр 152. Для нас, к примеру, это национальная гвардия США, которая имеет на вооружении то же самое, что и обычные войсковые части армии США. Переправы мы разбили, не дали возможности форсировать нужные буквы. Получается, мы сейчас в арпосте, и все зависит от обороны города. Если как мы удержим город, так и будут дальше события развиваться. Что в Киеве, что в Харькове, что в Сумах, что в Николаеве, территориальная оборона сыграла свою роль. Если учесть, что Баштанка вообще не была войск на тот момент, когда враг подошел к городу, только территориальная оборона приняла всегда ударом. Это первый резерв вооруженных, который должен сразу же вторым эшелоном идти за основными подразделениями, частями. Понял, что надо воевать. Какая разница? ЗСО, ТРО, ССО, ВМС, ПВО. Мы все свою задачу выполняли. В 1996 году я попал на службу в городе Гаваев. На тот момент стартовая армобильная бригада. Город стал для меня родным. Более чем родным. Когда генерал Марченко позвонил, то без... Я просто спросил, а надо? Говорю, подождите меня через час, говорю, собаку пристроить. У вас есть мечта? Чтобы побыстрее все закончилось. Я поехал на рыбаку на Днепр с твоим товарищем. Ну, это задача минимум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!